И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем нашу эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман и Медицинский Центр Призма с нами на связи. Старший аналитик Центра Исследований Современной Турции Карлстонского университета, старший аналитик Atlantic Council Евгения Габер сегодня с нами. И мы этому очень рады. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, это очень взаимно. Евгения, вы знаете, очень хочется сегодня поговорить о Турции, потому что несколько достаточно противоречивых моментов в последнее время или противоречивых действий в политике Турции все-таки отмечается. Возможно, мы что-то до конца здесь не понимаем, поэтому очень хотелось бы разобраться, что нам кажется правильным из Киева, а что кажется неправильным. Поэтому давайте начнем, наверное, с какого-то последнего события. И, может быть, это событие не имеет никакого отношения к политике. Но что такое фанаты Фенербахчи-то? Обидели вообще украинцев и вдруг зачем-то стали кричать, искандировать Путин, вот когда играла «Динамо». И, честно говоря, надо дать должное Мерчилу Луческу молодец, что не вышел на пресс-конференцию. Вот я не знаю, это просто эмоции болельщиков или в этом есть какой-то элемент все-таки политики? Потому что как-то обидно это было. Мерчилу Луческу молодец, потому что он еще и как бывший тренер Галатасарая турецкого вообще питает особые чувства к турецкому футболу. Но на самом деле здесь есть два элемента, которые надо четко для себя понимать. Первый элемент – это, безусловно, то, что называется хулиганы. Хулиганы, да, то есть это те трибуны фанатов, которые абсолютно безумно могут кричать все, что угодно. Вне зависимости от того, чье имя они произносят. Они не вкладывают в этот конкретный момент какие-то политические преференции, кого они поддерживают. Понятно, что захлестывают эмоции. Есть один инстинкт, но это уже исследовано, мне кажется, психологией, спортивными комментаторами, кем угодно, когда это просто вот все бегут и мы бежим. Здесь, мне кажется, что очень многие уже видели, многие поделились видео, когда те же самые болельщики того же Фенербахче скандировали месяц назад или два месяца назад, что Путин ла-ла-ла-ла-ла-ла и на турецком языке и на всех языках, понятных и непонятных нам. Ну и клуб Фенербахче извинился, официально принес свои извинения. То есть как бы раздувать из этого какую-то такую огромную историю, наверное, не стоит, потому что тоже российские паблики очень активно поддержали, включились, сразу начали шерить какие-то такие красивые картинки с киевских стадионов, где якобы когда-то мы поддерживали террористическую организацию ПКК или еще кого-то. Ну то есть понятно, что сейчас это все будет уходить в сторону политики. Здесь нам надо тормозить эмоции, и я это говорю по отношению и к себе, и к другим, потому что первый момент хотелось просто сказать все, крест ставим на стране, на команде, на футболе. Это один момент. Другой момент важный. Я не считаю, что это только у футболе. Здесь очень четко видна психология турецкого обывателя, среднестатистического, который не воспринимает Путина как военного преступника, не воспринимает Россию как страну-агрессора и не воспринимает возможность сотрудничества с Россией как что-то, ну скажем, постыдное или недопустимое. И то, что они кричали Владимир Путин, это не столько потому, что они любят Путина и не любят Украину, они хотели, понятно, населить украинцам, но это показывает вот эту вот глубоко укоренившуюся идею турок о том, что Россия это нормальная страна-партнер. Вот сейчас есть конфликт между Украиной и Россией, не агрессия России, не военные преступления, есть конфликт Украины и России, поэтому, поскольку мы проигрываем украинцам, мы хотим населить украинцам, мы будем поддерживать Владимира Путина. И это огромная проблема, потому что искоренить ее одним заявлением клуба Фенербахче, в котором, кстати, нет ни слова о том, что есть там агрессия и о том, что как-то они поддерживают, то есть лозунг был «нет войне» и очень какая-то, как для меня странная фраза в заявлении официального клуба Фенербахче о том, что война — это трусость, а смелость — это что-то там мир или что-то в этом роде. Ну то есть сам факт, что значит война — это трусость, ну то есть о чем мы говорим, что значит нет войне, ваши болельщики поддерживают Путина. И здесь вот это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, и уважение к российской культуре, и прагматизм турецкий, желание сотрудничать, несмотря ни на что, продолжать торговать, принимать туристов, понятно, там энергетика и длинный список, это, к сожалению, дает нам картинку, плюс, конечно, антиамериканская пропаганда антизападная, которая просто захлестывает информационное пространство Турции. Вот это все вместе дает нам ситуацию, когда эти болельщики, они, может, и не любят Путина, но они не считают это каким-то преступлением моральным, поддерживать агрессора в войне абсолютно несправедливой против Украины. Нельзя обобщать, есть болельщики Фенербахче, которые сами были возмущены этим шагом, извинялись, но сейчас это такое очень-очень все чувствительно, и все-таки значительная часть, даже после всего, что произошло, значительная часть фанатов разных фан-клубов, не только Фенербахче, поддержали вот эту провокацию, и как бы вот даже пытались обвинять Украину в том, что это она убивает людей, а не Россия, к сожалению. Вот психология турецкого обывателя, о которой вы сейчас сказали, является ли она продолжением, если хотите, какой-то официальной политики? Потому что, вот я не случайно сказала, что иногда эта политика власти Турции выглядит несколько контроверсийной. С одной стороны, мы видим, как Турция продает нам Байрактар и помогает нам у нас зону свободной торговли. С другой стороны, мы видим, что Эрдоган с таким же успехом встречается с Владимиром Путиным, и вот с пятого снова будет встреча, и он говорит о том, что Путин предложил Эрдогану построить завод Байрактаров в России, и кто знает, какие интересы могут заставить Эрдогана возможно принять такое решение. Если вдруг, не дай бог, такое решение будет принято, то тогда турецкие Байрактары будут, собственно говоря, убивать украинцев. Вот тут есть какие-то такие нюансы, которые со стороны вот здесь в Киеве сложно прочитываются. Вот давайте немножко помогите нам разобраться, может быть, мы слишком преувеличиваем значение некоторых слов, в некоторых фактах, в некоторых событиях. Ну, смотрите, такие настроения населения, они, безусловно, подпитываются властью и ресурсами информационными, и они не то чтобы являются продолжением политики, они на этой политике выросли. То есть ничего другого, поскольку на протяжении 20 лет не было, то сложно искать альтернативные точки зрения в среде, когда 20 лет с 2002 года у власти одна и та же партия, которая побеждала на всех выборах общенациональных, парламентских, президентских, в разное время, когда это была выборная должность, и вот кроме последних, пожалуй, местных. Поэтому то, что сейчас существует, это, конечно, продукт вот этих 20 лет. Это все не происходит одномоментно. Ну, и нельзя обвинять, опять-таки, только турецкую власть. Мы уже тоже с вами об этом говорили, что есть определенные причины, по которым эти настроения в турецком обществе существуют. И эта политика, очевидно, не изменится. Но, говоря, например, о Байрактарах, мы же прекрасно понимаем, что турецкие Байрактары, если вдруг они окажутся в руках у россиян, какие-то даже не технологии, пусть там отдельные, пусть это даже будут продажи, а не совместное производство, они же будут убивать не только украинцев, могут убивать. Они могут убивать и турок, например, в Сирии. Потому что представить себе картину, мы помним ситуацию, когда 30 турецких военных были убиты российскими ударами в Сирии, там, где одновременно находятся представители Сирии, России, Ирана, Турции. Турция, мы знаем, напомним нашим зрителям, что поддерживает все-таки оппозицию, а Россия, Асада и определенные группировки внутренние, плюс Соединенные Штаты, которые поддерживают курдов сирийских, YPG, против которых Турция сейчас собирается проводить новую трансграничную операцию. То есть там это все запутано, но для нас важно то, что с одной стороны у нас есть Турция, с другой стороны Россия. То же самое на Горный Карабах. Я хочу представить выражение лица президента Алиева, когда Армения вместе с Россией начнет вооружаться турецкими байрактарами. Мы помним, какая-то была история успеха в 2020 году, во время Второй Карабахской войны, где весь мир заговорил о байрактарах и что происходит сейчас. Поэтому с байрактарами у меня впечатление, что это с одной стороны желание использовать как аргумент в дипломатических торгах, безусловно. Причем в дипломатических торгах и с Россией. Именно поэтому сейчас эта тема так слегка подогревается перед визитом в Сочи. И с Западом. Мы не забываем, что после условно успешных переговоров Швеции, Финляндии, Соединенные Штаты, где Турция среди прочих требований просила восстановить программу по модернизации истребителей в 16, в идеале вообще восстановить ее участие в программе в 35 истребителей. То есть там эти переговоры, они до какого-то момента дошли, потом все-таки Турция не получила еще то, что хотела от Соединенных Штатов и притормозила процесс ратификации заявки Финляндии и Швеции в парламенте своем. Но как дополнительный элемент давления дипломатического сказать, что вот С-400 мы же закупили у России, ну так мы же можем им и барактары поставлять, мы же можем с ними развивать военное сотрудничество с Ираном и с Россией, если НАТО и США нас не хотят. То есть есть еще этот момент. И еще один момент, это то, что тоже важно понимать. За два дня до того, как президент Эрдоган вскользь упомянул о том, что вот как бы и Россия с нами хочет работать, вот как бы и Эмираты уже работают, почему бы и нет. Ровно за два дня до этого на CNN было интервью с Халюком Байрактаром, главой Байкара, который производит беспилотники. И понятно, на кого ориентированы эти заявления, потому что это не турецкие СМИ, это все-таки CNN, которые растиражировали в украинских СМИ, и я думаю, что не случайно. Было заявлено, что мы России ничего не поставляли, Байрактары символ дружбы украинско-турецкой, пишем песни про Байрактары, вышиванки им посвящаем, плюс, безусловно, мы благодарны, потому что часть этих Байрактаров нам передают бесплатно, когда фандрейзинговые компании в других странах определенную сумму денег собирают. Поэтому у меня такое впечатление, что это информационная компания, частично, это имиджевая история, потому что все-таки Байрактар это такой символ украинско-турецкой дружбы, и когда просто они есть и воспринимаются как данность, это уже не то. Плюс хаймарсы поступают, плюс немецкое вооружение поступает, и про Байрактары как-то забывают. Поэтому надо напомнить, что, смотрите, их же может и не быть, или мы можем работать с россиянами, но мы не будем. Мы будем работать с украинцами, потому что мы вас любим. И все забудут про болельщиков, про зерно и так далее. То есть здесь же надо понимать, что это дипломатия, это ИПСО, это многосторонняя история. Хотя, мы можем об этом поговорить дальше, конструкция России, Иран, Турция, она очень неоднозначная и для Украины несет определенные, если не угрозы, то риски. Ну тогда сразу давайте об этой конструкции поговорим. Конструкции Иран, Турция и Россия. И в этом смысле хотелось бы все-таки тоже вспомнить про эту военную операцию, потому что Эрдоган после встречи с Турцией, встречи с Путиным и с лидером Ирана сказал, что никто не имеет права ему разрешить или изобретить проводить эту операцию. Значит, наверное, о чем-то мы договорились, не знаю. Давайте об этой тогда конструкции более детально. Конструкция сама по себе не новая. Она-то существует уже сколько лет. Это станинская платформа, станинское трио. И основной месседж, вне зависимости от того, что происходит в Сирии, это то, что региональные державы, региональные лидеры, они могут договариваться, они хотят договариваться. И на фоне, например, визита Байдена на Ближний Востоке такого турне возвращения Соединенных Штатов в большую политику, вот эта встреча очередная, она как раз призвана показать, что мы не живем больше в однополярном мире, где у нас есть только Соединенные Штаты. Мы не идем в фарватере политики НАТО и США. И интересно, конечно, заявление Эрдогана про то, что должно быть и меньше США и НАТО в регионе, хотя сама Турция является членом НАТО. То есть это то, о чем мы часто тоже говорим, желание многополярности мира, желание показать, что вот в этом регионе мы сами разберемся. У нас есть конфликты, мы в разных ситуациях находимся, в разных странах много одновременно у нас треков и интересов, но это совершенно другое мышление. То есть цивилизационно Турция принадлежит пока еще, и я думаю, что будет продолжать принадлежать НАТО западной цивилизации, но одной ногой она все-таки, ну согласимся, что это не Франция и не Португалия. То есть это совершенно другая страна с другими амбициями регионального лидера в нескольких регионах одновременно и желанием, и необходимостью договариваться. Поэтому одна история это как раз вот то, что мы уходим от формата Турция как младший союзник Соединенных Штатов и переходим в формат, ну уже давно, собственно, перешли, того, что Турция вот в этом регионе с Россией и Ираном может, должна и хочет договариваться. Второй момент, более такой же практически, это, конечно, множество вопросов, которые надо решать. Сирия один из них, Турция должна, что бы то ни было, как бы там ни было, провести эту трансграничную операцию в Сирии. Она может быть ограничена, скорее всего, речь идет о Манбидже, это такой небольшой регион на границе ближе к Турции. Во-первых, чтобы зачистить от YPG сирийских курдов и, возможно, переселить туда часть сирийских беженцев, которые сейчас в Турции, потому что это проблема. Во-вторых, потому что выборы 23-го года в Турции, и неоднократно Эрдоган заявлял, что после операции в Ираке будет операция в Сирии, успешная, безусловно. Нельзя сейчас идти назад от этого отказываться. Плюс ко всему мы помним шантаж России в совбезе ООН сирийскими беженцами в районе там и для других провинций о том, что можно в какой-то момент перекрыть гуманитарные коридоры с помощью ООНовской, и тогда все эти беженцы опять очутятся в Турции. Поэтому здесь диалог должен быть постоянный, чтобы держать руку на пульсе. Еще один момент, почему Эрдоган едет в Сочи, это, конечно, Украина. И здесь мы уже выходим из этого контекста Иран-Россия и Турция, и переходим в контекст России-Украина и Турция. Потому что то, что произошло после подписания зерновой этой инициативы, ее соглашением-то и не назовешь, обстрел Одесского порта. Все сказали о том, что это было публичное унижение президента Эрдогана, который вот в этой ситуации ничего не мог сделать, никак не мог отреагировать, потому что свои интересы в сохранении договоренностей. Очевидно, что сейчас на фоне подготовки конвоев с украинским зерном, президент сегодня в Одессе контролирует, как загружаются корабли, то есть они должны идти. Надо договариваться и по операции в Сирии, потому что не было этого зеленого света для операции турецкой, нет Ирана, нет России, и по Украине, чтобы избежать хотя бы в течение месяца, условно каких-то провокаций со стороны России и дать возможность коридору заработать и таким образом представить эту инициативу как чрезвычайно огромный, чрезвычайно успешный такой дипломатический шаг Анкары. И зерно, это не только зерне, опять-таки можно развивать эту тему, это желание Анкары создать на базе вот этого координационного центра по отправке зерна. Который сейчас в Стамбуле вы имеете? Который буквально вчера или позавчера открыл министр обороны турецкий, желание создать площадку для то, что называется confidence building measures, то есть мер по восстановлению доверия между Россией и Украиной. Заявления звучат со всех сторон в Турции о том, что это только первый шаг, но мы хотим полномасштабного мира и переговора между Россией и Украиной. Вот вы договорились по зерну, вы можете договориться по другим вопросам. И заявление о том, что украинские и российские офицеры или представители погранслужб, когда они сидят в одной комнате, они вместе обедают, ужинают и общаются. Это на личном контакте, на личных контактах тоже многое значит. Это сближение позиций. То есть, к сожалению, вот эта штука, она тоже присутствует о том, что зерно — это важно. Турция открывает гуманитарный коридор и линию жизни, как она сейчас называется, артерия жизни в турецких СМИ для глобального юга, для Африки, для Ближнего Востока — это раз. Но второй аспект — это то, что никто не смог, а Турция смогла. И теперь давайте из истории договоренности по зерну сделаем истории договоренности по режиму прекращения огня. Ну, это очень непростая история и для Украины в том числе. Мы же помним, что переговоры, так называемые переговоры о мире, они ведь тоже в Стамбуле происходили. Мы это очень хорошо помним, когда все сидели за большим столом, и там присутствовал Эрдоган в начале, когда запускал этот процесс. То есть изначально было понятно, что Турция хочет быть вовлеченной в этот процесс. Вот зачем? Насколько важно Турции, чтобы эти мирные переговоры шли? Потому что в Украине сейчас сложная ситуация, особенно после того, что случилось с нашими защитниками Азова, и это вот из самых последних ужасных новостей. И, конечно же, сразу вспомнили, что кто-то им гарантии давал и все прочее. Это очень сложная всегда ситуация, когда идет такая тяжелая война, идут такие тяжелые боевые действия. Все это очень на грани, я бы так сказала. Я всегда очень некритично и очень скептично относилась и отношусь к любым инициативам миротворческим, посредническим с Россией. Дело не в Турции, дело в России, в первую очередь. Это недоговороспособная страна, которая тысячу раз доказывала и продолжает доказывать слепо-глухо-немым партнерам, что с ней договариваться нельзя. Потому что после переговоров в Стамбуле, о которых вы вспомнили, у нас была Буча, Гастомель и Бородянка. После какого-то очередного раунда попытки договоренности у нас были обстрелы в районе острова Змеиный, еще до того, как мы его освободили. После договоренности по Зерну, когда все сидели счастливы, подписывали эту инициативу, в Одессу прилетели калибры, о которых Турция сказала сначала, что они, может быть, даже и не российские, а потом уже, когда Захарова сказала, что это была шутка, и еще раз так, прям вот уже активно и публично вернулись к этой теме унизив турецких партнеров, то пришлось признать, что российские, но опять сказать, что мы не хотели, чтобы так получилось, так получилось. И таких элементов очень-очень много. С одной стороны, это, безусловно, ну то есть это ситуация, когда Россия просто стреляет сама себе в ногу и помогает нам, как Украине, показывать всему миру, что надо побеждать на поле боя, и нам нужна победа, и нам нужны хаймарсы, и нам нужны сильные ЗСУ, а не договоренности. С другой стороны, это показывает, что даже у наших ближайших партнеров стратегических есть абсолютно четко свои интересы, которые не обязательно совпадают с нашими. Это не значит, что они на 100% совпадают с российскими, безусловно, нет. Но они, очевидно, отличны от наших, и это надо учитывать. Поэтому любое давление на украинскую сторону по поводу попыток договориться, и это, безусловно, и об эвакуации из Азовстали в свое время, и сейчас, то есть никаких гарантий, ну ни о каких гарантиях речи быть не может. Турция не будет вступать в открытый конфликт с Россией. То, что происходит в Черном море, это не Сирия, это не прокси-войны на территории третьих стран где-то далеко. Это Турция, которая страна-член НАТО, и ее вовлечение в полномасштабный конфликт, войну в Украине означает в, ну просто, вовлечение всего блока НАТО в войну с Россией. И это означает, безусловно, открытый конфликт с Российской Федерацией на фоне того, что происходит в Сирии и в других каких-то регионах, где есть и турки, и россияне. Поэтому я такой, ну как бы военный, какой-то безопасностный аспект здесь вообще не вижу. Это все о дипломатических договоренностях, о поездках Эрдогана в Тегеран, в Сочи. Это все прекрасно, но это ни коим образом не защищает Украину. Украина могут защищать системы ПВО и вооружения, которые нам нужны. Ну то есть здесь, безусловно, интерес Турции в том, чтобы проявить себя как регионального лидера и усилить свои позиции в первую очередь. И в диалоге с Россией, вспоминая о том, что она член НАТО, со второй по величине армии НАТО, и все-таки сейчас отношения с США лучше, они не идеальны, но не лучше, чем были год или два назад. Имеется в виду у Эрдогана с Анастасией. Да, 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 да. Я имею в виду после такого явного падения и вообще отсутствия каких-либо дипломатических контактов на протяжении уже более чем года. Первый раз, когда встреча состоялась на полях саммита мадридского НАТО, буквально это было сколько там, месяц назад, и это вообще был первый контакт за многие годы, но как раз на фоне вот этой позитивной роли Турции, конструктивной роли Турции в Украине, удалось в значительной степени улучшить и диалог с западными партнерами, потому что поставки Байрактаров, потому что перекрытие Босфора для российских кораблей, потому что все-таки, ну при всех нюансах, ну четкая позиция Турции по поддержке территориальной целостности Украины, это помогает позиционировать Турцию как правильного, такого сильного, влиятельного и конструктивного игрока. И, конечно, есть внутриполитический аспект, когда нужны победы на всех фронтах для того, чтобы показать, как Турция активно и успешно проводит внешнюю политику. И сейчас на фоне того, что происходит с Грецией, с многими другими направлениями, собственно, не будем их перечислять, это та ниточка, которая вот прям золотая нить, это там, где Турция может себя проявить во всей красе. Вот это все дает нам ситуацию, когда Турция будет давить, безусловно, на мир, потому что это будет такой брендовый успех турецкой дипломатии. Вот эта мягкая сила Турции пресловутая, это то, чем партия Эрдогана с 2002 года пыталась заниматься, вот этим посредничеством. Я кому-то недавно давала интервью, сказала, что Турция хочет превратиться в Швейцарию Ближнего Востока со своими миротворческими инициативами, дипломатическими такими активными контактами со всеми сторонами конфликтов. Поэтому здесь надо очень четко эти инициативы останавливать. Ну, я как бы из того, что вижу, недавно было заявление нашего министра Кулебы, когда он сказал, что мы все прекрасно понимаем, мы готовы быть конструктивными, мы не хотим быть спойлерами, то есть отказываться от каких-то договоренностей на фоне вроде бы как согласие Российской Федерации участвовать в этих переговорах, но при всем при этом мы не готовы идти на переговоры с Россией, которая занимается пытками, военными преступлениями и физическим уничтожением украинцев, фактически геноцидом против украинцев. Я хочу вернуться к одной вашей фразе, и хотелось бы ее как-то закончить, потому что вы сказали, интересно, вы сказали, конструкция Иран, Турция и Россия несет, и вот давайте, что несет? Вернемся к этой фразе, потому что это важно, поскольку эта конструкция существует, и она либо будет углубляться, и я так понимаю, что насколько эта конструкция будет сильна, зависит и от линии Иран-Штата, например, с их ядерной сделкой, и от Турции и России, и многих-многих компонентов. Так вот, вот эта вот конструкция Ирана, Турции, России. Да, я сказала, что она несет определенные риски, если не прямые угрозы для Украины, опять-таки в нескольких аспектах. Первое, это то, что касается непосредственно Украины, любые контакты Эрдогана и Путина. Я не хочу говорить, что это плохо, зная позицию Турции о том, что они хотят поддерживать все эти двери для диалога окна, для диалога открытыми, находясь вот в той ситуации, в которой сейчас Турция, с зависимостью от России по многим вопросам, от экономики, рынков для турецких товаров, туристов российских, энергетики, там АКУЮ, турецких потоков, этих голубых потоков, ну то есть там миллион завязок, невозможно заставить Турцию прекратить контакты с Россией, хотя очень бы хотелось, но, к сожалению, невозможно. Другое дело, с какими месседжами Эрдоган едет встречаться с Путиным и насколько он готов жертвовать интересами Украины, условно, для того, чтобы получить что-то, что соответствует интересам Турции. И вот здесь понятно, что ослабление Украины не в интересах Турции, если говорить геополитически, потому что это означает усиление России. И все-таки и Россия, и Иран это, ну глобально, это противники Турции, это соперники, это конкуренты, это борьба за лидерство в регионе, особенно с Россией, в Черном море, с Ираном, мы помним, с шииты, суниты, влияние на Ближнем Востоке, поддержка, опять-таки, разных групп, не только в Сирии, а во многих других странах. То есть ни одной из сторон вот этого треугольника не интересно усиление какого-то другого полюса, другого угла. Но при всем при том, во-первых, надо понимать, что украинский вопрос, он все равно рассматривается в контексте турецко-российских отношений, а не отдельно. Во-вторых, опять-таки, то, о чем мы говорим, многое зависит от отношений Ирана с Западом, Ирана с Россией, поставки-непоставки тех же самых беспилотников и позиции друг друга, эти стороны будут учитывать. Они могут с ними соглашаться или нет, но они к ним будут прислушиваться и учитывать. Второй момент, это более такой концептуальный, это то, что любое вовлечение Турции в форматы с Ираном и Россией, это отдаление Турции от НАТО и западного цивилизационного пространства и западной системы безопасности. Она уже, конечно, пошатнулась и не раз, но сейчас мы видим консолидацию все-таки, какую-никакую, медленную, сложную, с газпромовскими турбинами, но тем не менее консолидацию внутри НАТО. Участие Турции в таких форматах интересно России, хотя бы потому, что это закладывает такую бомбу замедленного действия потенциально в фундамент турецко-украинских отношений и турецких отношений с Западом. Поэтому вот эти настроения евразийские уже, они очень сильно поддерживаются и так ретранслируются российскими СМИ, российскими экспертами, пророссийскими экспертами в Турции. И любая встреча в таком формате, она же не подается просто как встреча для того, чтобы решить там определенный вопрос. Даже если эта встреча ни о чем, и просто надо договориться о том, как будет работать зерновой коридор. Она очень часто в медиапространстве подается как региональные державы, которые бросают вызов доминированию США в регионе. Мир шире, без ООН, мир больше пяти, Бразилия, Индия. Это, кстати, прямая цитата Эрдогана, что мир больше пяти. Да, это звучит. Раньше звучало, сейчас звучит постоянно. В принципе, мы-то не против, как Украина, что мир больше пяти. И в плане реформы Совбеза ООН у Украины и Турции очень много есть точек соприкосновения, где мы друг друга поддерживаем. И наши дипломаты активно говорят о том, что надо вообще реформировать эту систему, убрать право ВЕТа. Китай, Россия, возможно, расширить за счет новых каких-то сил региональных. То есть здесь-то не то, чтобы мы против того, что мир больше пяти. Просто продолжение этой фразы, что все равно в этой конструкции региональных сил одним из полюсов силы будет Россия, которая и так в Совбезе ООН. То есть это не имеет ничего общего с вот этим вот заявлением. Но звучит это так, что, смотрите, вот американцы плохие, НАТО плохое. Когда мы слышим заявление от министра иностранных дел Германии о том, что в принципе странно выглядят фотографии Эрдогана с Раисией и Путиным на фоне того, что происходит в Украине, то это не тот фон информационный, который помогает Украине продвигать наши нарративы в Турции. Потому что как это влияет на нас? Сейчас прямым продолжением всего этого является то, что война в Украине – это не агрессия России в Украине, это войны НАТО за сферы влияния, это желание, попытка США расширить свое присутствие в Украине, это конфликт, который специально поддерживается для того, чтобы угрожать России и ослаблять региональные силы Турцию, Иран, Россию и так далее. И заявление, кстати, недавно в этом же контексте, это важно, в конце июня, если я не ошибаюсь, когда была встреча министров иностранных дел Турции и Ирана, очень четко прозвучали заявления со стороны Турции о том, что мы не поддерживаем санкции против Ирана, односторонние санкции, мы выступаем за полноценное восстановление иранских ядерных переговоров, договоренностей, которые благодаря Трампу ушли в небытие на определенный период времени, и месседж Турции о том, что мы не поддерживаем санкции против России, мы не поддерживаем санкции против Ирана, мы считаем, что их надо отменить, потому что это вредит глобальной экономике мировой, потому что это вредит этим странам. Это неоднозначная для нас ситуация, когда любые заявления такого плана, даже про Иран, они автоматически ретранслируются и на Россию, в том числе и Турция, к сожалению, она не только не присоединилась к санкциям против России, но она и активно лоббирует в чем-то интересы России, говоря о том, что санкции это вообще не инструмент внешней политики, от них нужно уходить, нам надо мир, сотрудничество, и, конечно, война это плохо, но санкции не помогут остановить войну, санкции будут способствовать углублению продовольственного кризиса, инфляции и так далее, учитывая, что сама Турция находится под многочисленными пакетами санкций, в том числе и НАТО, членом которого она является. Евгения, ну и вот мы так прошлись по какому-то общему слегка контуру, который ближе нам, но насколько ситуация внутри страны, внутри Турции, сейчас для Эрдогана успешна с точки зрения приближающихся выборов, насколько для него важно добиться успеха на внешней арене, и если во внутренней там есть какие-то проблемы, есть тут какая-то взаимозависимость, или все-таки ее нет? Ну в любой, это классика, это классика жанра, когда внешняя политика является продолжением политики внутренней, Турция здесь не исключение, учитывая уже активно продолжающуюся, даже не начавшуюся, продолжающуюся предвыборную кампанию, что бы ни происходило вовне, оно делается с оглядкой на внутреннего потребителя, оно всегда так было, но сейчас это особенно ощущается, поэтому любые заявления о успехах или неудачах во внешней политике, они в разы преувеличенно подаются во внутренней политике, то есть ощущаются во внутренней политике, учитывая особенности системы в Турции сейчас, безусловно преобладающие большинство СМИ, практически все они провластные, ну то есть явно оппозиционных там нет, и все, что делается сейчас в плане и Украины, и России, кстати, и Ирана, и Греции, не будем забывать о греческих островах, которые тоже сейчас ждут, что с ними будет и как Турция себя поведет дальше, ну и на всех других направлениях, это, конечно, то, что делается с расчетом на внутреннего потребителя. Другой момент состоит в том, что экономика традиционно была таким опорным столбом власти Эрдогана, и успехи именно в экономических реформах, не сейчас, но 2011-2012 годы, то есть ранние такие периоды, когда еще Эрдоган был премьер-министром, а не президентом, это, в принципе, рецепт успеха партии власти, ведь сейчас мы часто говорим о том, что это про исламская партия, консервативная партия, там какой-то неосманизм, который я таковым не считаю, я считаю это четким прагматизмом, который просто периодически подключает разные ниточки, но это не важно, но тем не менее, не на этом, не на волне этого партия Эрдогана пришла к власти. В 2002-2003 годах, благодаря чему Эрдоган стал популярным, это были очень такие спокойные, сбалансированные, взвешенные экономические реформы, это были достаточно либеральные взгляды на фоне того, что происходило в стране раньше, это были масштабные проекты, реализованные в инфраструктуре, мы все помним, мосты, аэропорты, ну вот последний, это уже нынешний этап, но до того строительство аэропортов по всей стране, в разных городах оно развивалось, то есть люди ощутили в первую очередь экономическое благополучие, и уже потом было все остальное. Сейчас этого нет. Сейчас инфляция 80% официально, больше 100% неофициально, взлетающие просто космические цены, в том числе на фоне продовольственной инфляции, но не только. Мы помним, как турецкая лира теряла стоимость в течение одного дня просто вот так, потому что менялись главы Центробанка, менялись министры финансов, просто ручное управление было финансовой системе, то есть вот это все, плюс очевидно, что когда 20 лет находишься у власти, несколько теряется связь с действительностью, оно показывает нам, что сейчас не работает только внешняя политика. Внешняя политика хорошо срабатывает, когда это вишенка на тортике, а тортик у тебя в холодильнике, а когда у тебя в холодильнике пусто, то как бы внешняя политика это хорошо, но хочется экономических успехов. И впервые за многие годы говорят эксперты о том, что возможны разные расстановки сил на выборах, возможно победа оппозиции, возможно победа Эрдогана, возможно оппозиции, и поэтому здесь не все однозначно. Но каких-то кардинальных изменений во внешней политике в случае прихода к власти оппозиции на российском направлении, я бы не ожидала. Изменения риторики по отношению к Западу, да, улучшения возможных отношений и общей такой атмосферы с западными партнерами, Соединенными Штатами, какие-то либеральные реформы, демократические, это все да, но зависимость Турции от России по многим пунктам, о которых мы говорили, не позволит Турции однозначно сказать, что вот теперь мы поддерживаем двумя руками Украину и НАТО. Ну то есть не вижу я таких возможностей, при том общаясь, я часто общаюсь с достаточно такими высокими представителями оппозиционных сил разных, и то, что я слышу, иногда меня пугает от них, иногда меня пугает больше, чем то, что я слышу от партии Эрдогана, потому что все равно это силы такие левоцентристские, и вот эта связь через какую-то там советскую, социалистическую, российскую предысторию в отношениях Турции и СССР, а потом России, она тоже очень сильно чувствуется, и с этим тоже придется бороться, поэтому легко не будет в любом случае. Катастрофы нет, но легко не будет ни при одном из раскладов. Евгения, спасибо вам огромное, спасибо, что вы нашли сегодня для нас время, но я подозреваю, будет очень интересно, конечно, нам с вами еще раз поговорить после встречи Эрдогана с Путиным, потому что, возможно, будут какие-то интересные новости, очень будет интересно. Поэтому сегодня спасибо вам огромное, и мы вам очень благодарны. Спасибо вам. Евгения Габер была сегодня с нами на связи, за что мы ей страшно признательны, и, конечно, мы признательны вам, нашей спонсорной платформы Патреон. Оставайтесь с нами, это Укрлайф ТВ. Продолжение следует...